В эфире Бьюти Тайм. Всем здравствуйте! В этом выпуске проекта «Мода как бизнес» об индивидуальности и высоком шитье, о технологическом процессе и работе в команде рассказывают специалисты модного дома «Я». Основанный в 2000-м, модный дом «Я» одним из первых предложил жительницам нашего города высокую моду в исконном смысле этого явления. Индивидуальный дизайн, идеальная отделка, эстетическое и технологическое совершенство, сформулированные 16 лет назад сверхзадачи предприятия, не меняются до сих пор. Я попала в модный дом несколько лет назад, и в то время мы праздновали год нашему предприятию. А сегодня мы празднуем уже 16-летие. И уже когда я появилась в команде, у нас появился салон ткани. Я пришла в модный дом «Я» за тканью для своего свадебного платья, ну а потом пришла сюда работать. Когда я сюда шла, это уже было известное предприятие с заработанным имением. Первый месяц я присматривалась, я была больше в стороне. В результате затянуло, настолько творчество взяло вверх, что как-то оказалось в гуще всех событий. Сначала, может быть, человек опять же приходит нахохлившись и далеко не уверен в том, что ему вообще это надо и нужен этот модный дом. А в конечном итоге это просто одна большая семья. Каждая вещь обязательно строится конструктором. Это инженеры, это люди, которые на бумаге строят конструкцию каждого изделия. Это очень кропотливая, это очень высокоуровневая работа. Есть 100% авторский почерк предприятия. Это вот вещь из модного дома, я узнаю, наверное, вообще там из тысячи. Я знаю практически каждую вещь изнутри. Мы делимся творческими идеями, мы делимся конструкторскими новшествами. Они перфекционисты. То есть все должно быть идеально до последней буквы, до последней строчки, до последней закрепки. То есть от начала, что называется, от покупки ткани до конечного изделия. Все люди, которые сюда попадают работать, они не случайны. Мы все подружились, все друг друга поддерживаем, помогаем друг другу. Не сидим на месте и не даем друг другу сидеть на месте. И Ярослава тоже определенный двигатель. И еще у Ярославы есть замечательное качество. Это умение разглядеть в людях больше, чем они сами в себе могут увидеть. Увидеть перспективы их дальнейшего роста. И она не ошибается. Каждый из членов команды увлекается, увлечен вот этим вот процессом. Это невозможно не любить, если ты здесь работаешь. И невозможно работать, если ты не любишь. То есть вот это вот одно за другое цепляется. Мы настолько друг друга хорошо знаем, что все заинтересованы в той атмосфере, которая сейчас есть. То, чего мы достигли, это благодаря тем людям, которые здесь работают. Благодаря тому, что мы сплотились в одну большую, хорошую команду. И то, что у нас сейчас есть, наверное, это неотъемлемая часть каждого из нас. Очень интересно наблюдать трансформацию клиента за 16 лет. Если раньше я ношу только классический стиль, то теперь мы пробуем абсолютно разные направления. Это в основном те люди, которые в постоянном поиске, которые постоянно реализуют свои какие-то мысли. Это творческие люди, у них есть свой взгляд на жизнь, на вещи. Но объединяет их то, что они хотят быть индивидуальными, стильными, модными, красивыми. И очень хорошо, что мы вкладываем хоть какую-то частичку в их красоту. Они в первую очередь идут за качеством и индивидуальностью. Можно поменять слова за индивидуальностью и за качеством, но одно без другого быть просто не может. Они делятся своими идеями. От этого рождаются и гардеробы, абсолютно новые, индивидуальные гардеробы. Мы всегда думаем, к чему нам двигаться дальше. И одной такой ступенью было – это работа с мехом. То есть мы почувствовали, что нашим клиентам это нужно, что они хотят уже шить более сложные виды одежды. И мы решились на работу с мехом. Для меня источником вдохновения является смена времени года. Вот, допустим, наступила осень, приходят новые ткани, они уже теплые, они совсем другие, не такие, как летние. И когда мы распаковываем ткани, я сразу вижу, что вот эта ткань будет одной клиентки, а эта другой, потому что я их уже знаю, знаю их предпочтение. И ты понимаешь, что вот оно сошлось нам в голове, да, вот ей это прям будет хорошо, нужно, необходимо. И как-то это происходит молниеносно. Раз, и идея сразу приходит, я даже иногда не могу себя сдержать. Столько эмоций в этот момент вкладываешь, что человек прям тоже загорается и говорит, да, все, я хочу. И в итоге на одном дыхании получаются вещи. Не всегда это вдохновение с подиумов, не всегда мода является отправной точкой. То есть мы создаем образ, опираясь на модные тенденции, но и в основном это, конечно же, наша повседневная жизнь. Даже те, кто у нас не шьет, а только покупают ткани, они обязательно приходят похвастаться и показать, что в конечном итоге получилось, во что мы их вдохновили, и показать конечные продукты. Я здесь работаю уже 10 лет, но до сих пор помню нашу первую встречу с Натальей. Она мне тогда сказала, что главный лозунг на предприятии – это то, чтобы относиться к клиентам с искренним радушием. Обязательно искренним. Вообще надо искренне любить свою работу и быть честными. Для нас это, наверное, самое главное. Тогда, когда ты бежишь на работу, тогда, когда ты горишь на работе, когда ты думаешь о работе, где-то находясь, когда есть возможность заработать и делать то, что ты любишь – это замечательно. Одним из ярчайших культурных событий нашего региона стал Уральский фестиваль кино, который завершился на прошлой неделе в Екатеринбурге. С организаторами, зрителями, режиссерами и критиками встретилась Элина Ахмедшина. 19 площадок и около 100 кинофильмов. За 6 фестивальных дней все желающие смогли увидеть совершенно бесплатно. В отличие от большинства кинофорумов, собирающих главным образом профессионалов, продюсеров, критиков и прокатчиков, Уральский фестиваль обращен к широкой аудитории. И мы об этом долго-долго говорили. У нас есть фестиваль документального кино, замечательный. Это спуски, фестиваль специальный. У нас есть кинофестиваль международный практикум, киношкол. А вот игрового, вот такого, если хотите, звездного фестиваля, нет. Но достойными. И вот Год кино помог нам в этом. Каждый фестивальный сеанс – это не только просмотр, но и встреча с авторами, дискуссии и автограф-сессии. Именно сегодня мы выделили время и посмотрели уже несколько фильмов. Мы посмотрели два фильма из конкурсной программы, мы посмотрели короткометражки. И теперь хотим посмотреть новый фильм Соловьева, которого любим. На русские фильмы ходим достаточно нечасто. Самый последний наш любимый фильм – это «Шапито шоу русский». Надеюсь, вы все его смотрели. Если нет, срочно посмотрите. Я узнал вот о своей подруге, что у нас. Уральский кинофестиваль. И я люблю и Соловьева, и многих других представленных здесь режиссеров. А вот этот стереотип про Чернуху, про очень подавленную сцену. А вот, к счастью, на этом фестивале Чернухи мало. Что касается картин, представленных вне конкурса, их массовый зритель, возможно, бы не увидел никогда. Какие-то фильмы много лет пролежали на полке монтажной, а какие-то просто оказались неинтересны продюсерам с коммерческой точки зрения. Так, например, стало с картиной «Мира Тодоровской», снятой по последнему сценарию Петра Тодоровского. Вдова мастера, не получив поддержки, сумела закончить фильм на собственные средства. Я фактически продала все свое имущество, почти все, для того, чтобы снять этот фильм, который дохода мне не принесет. Потому что я не думала о каких-то свойствах фильма коммерческих, потому что мне хотелось осуществить сценарий покойного Тодоровского. Я сняла этот фильм, который вот сейчас на фестивале показывает. С нашим прокатом ничего предсказать нельзя. Достаточно напомнить, что к фильму у нас есть такая программа, неизвестная Владимир Батырь. Владимир Батырь – один из самых знаменитых наших режиссеров. Он автор такого фильма, как «Белое солнце пустыни». Казалось бы, он всего снял 10 картин. Из них 7 никогда не выходили на экран. Или выходили, вот смотрел узкий груз специалистов. Все. И вот эти картины мы показываем. Это просто открытие каких-то пластов нашего кинематографа. Зрители, дай Бог, чтобы зритель пришел и их посмотрел. И порадовался тому, что он открыл такие фильмы. Все 14 картин фестивальной программы были представлены при полном аншлаге. Не меньше интерес вызвали и вне конкурсной работы. Я брал картины, которые адресованы заранее к широкому зрителю. Это не значит, что это какая-то попса. Там есть умные, серьезные, сложные картины. Но это каждый раз картины, которые способны по-настоящему взволновать. Лучшие фильмы определяло жюри под председательством Владимира Меньшова. Главный пресс фестиваля «Уральский Оскар». Статуэтка музы, которая украшает Дом кино в Екатеринбурге. Награду за лучший дебют получила картина его дочь Татьяны Эверстовой. Это история о первокласснице Тане, которая живет в глухой якутской деревне и искренне верит, что мир вокруг прекрасен, пока он не начал меняться. Фильм-комедия о дружбе и идеалах «Тряпичный союз» Михаила Мистецкого был отмечен в номинации «Лучшая режиссура». Приз за лучшую мужскую роль получил Алексей Гуськов за работу в картине «Находка» режиссера Виктора Димента. Победа в номинации «Лучшая женская роль» досталась на Нули Сараджишвили за работу в картине «Тели и Толи» «Житейская история» о простых и наивных людях двух соседских деревень Грузинской и Осетинской. Специальный приз жюри вручили Владимиру Хотименко за ленту «Наследники» с формулировкой за инновационное художественное решение актуальной политической темы. И, наконец, гран-при фестиваля получил фильм режиссера Эдуарда Бардукова «Коробка». Уже известно, что Уральский открытый фестиваль российского кино станет традиционным и пройдет уже следующей осенью. ДНК-клинику Эксперта женского здоровья Челябинск 211-0303 Тайвай Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате Территория тайского СПА Тайвай Российская 206 Телефон 223-23-20 Подробное описание СПА-программ ищите на сайте www.taivai.rf Итальянская одежда Елена Миро с расширенным размерным рядом Уже сейчас скидки до 20% на новую коллекцию Елена Миро, проспект Ленина, 65 Клиника лазерной хирургии и косметологии Диплекс Легендарная клиника, где меняются судьбы Телефон 211-23-23 Информационный портал мояноваяжизнь.рф Вы смотрите программу Beauty Time Продолжаем выпуск Появившиеся более 120 лет назад конкурсы красоты сегодня все так же популярны Самых-самых из числа представительниц прекрасного пола выбирают среди студенток сотрудниц офисов и предприятий а также среди этнических групп В нашем городе всевозможный мисс проходит едва ли не каждую неделю Один из последних конкурс мисс Восточная красавица Восточный акцент это самое главное в этом мероприятии Все девушки, участницы в первый раз участвуют в этом мероприятии поэтому, конечно, волнуются но старались весь месяц весь месяц активно работали очень много репетировали и думаю, сегодня мы будем с вами свидетелями очень красивого праздника красоты и Востока Восточная девушка, наверное, отличает от другой девушки ее покорность, ее хитрость ее умение сглаживать конфликты Восточная красавица, конечно же, это скромная девушка всегда ее отличает воспитанность и, мне кажется, не кричащая красота это вот все-таки не европейский стиль а именно такой некий закрытый, завуалированный но она готова раскрываться именно в кругу близких ей людей Восточная красота это то, что у девушек внутри какая у нее душа как ее воспитали родители это соблюдение традиций Я считаю, что Восточная девушка она прежде всего символ чистоты, верности это нечто таинственное, чарующее Задачи конкурсов красоты также существуют на нескольких уровнях от эстетического удовольствия до проблем мирового масштаба Целью является укрепление межнациональных и нежрегионального сотрудничества между народами, наверное, нашей области и общей России Поскольку победа в конкурсе не гарантирует особой известности стремительного карьерного роста автомобилей и других дорогостоящих призов значит, по большому счету, не так уж и важно кто занял первое место Как чаще всего бывает в подобных случаях конкурсантки получают положительные эмоции от общения и бесценный опыт выступлений перед большой аудиторией Вы смотрите Beauty Time в продолжении выпуска несколько практичных моделей деловых платьев из коллекции этого сезона Одежда для работы это не всегда строгие официальные костюмы Чаще всего это удобные платья лаконичного силуэта Синий – главный цвет делового гардероба Чтобы сгладить чрезмерную строгость можно рекомендовать более демократичный голубой оттенок Клетка выдает человека собранного и последовательного а значит, можно себе позволить менее строгую модель платья из мягкого шерстяного полотна Модель платья Oversize в этом контексте будет уместна в однотонном варианте Ну и наконец, небольшие отступления деловой тематики платья с бахромой или блестящими деталями И уж если на работе мы проводим большую часть времени то и одеваться и смысл эффектно и разнообразно соблюдая при этом необходимые условности Лариса Ринар снова в Челябинске Творческая встреча с читателями состоится 1 ноября в Библиоглобусе ТРК Фокус А 2 ноября ждем вас на мастер-класс Круг женской силы «Перезагрузка» Подробности по телефону 8-912-807-400 и 8-912-79-17-555 Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество за которое вам так нравится польская одежда Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области Управление молодежной политики Челябинской области и имидж-клуб Светлана приглашают всех, кто любит танцевать 29-30 октября в легкоатлетическом манеже пройдет международный танцевальный форум с участием педагогов из Франции, Германии, Украины и России Подробности по телефону 263-57-37 и на сайте светлана74.ру Мы те, кто способен сворачивать в бизнесе горы но не забывает о самом главном и не желает экспериментировать со своим здоровьем Выбирай ДНК-клинику Эксперта женского здоровья Приглашаем на день открытых дверей по вопросам лечения бесплодия Челябинск 211-0303 Все выпуски Бьюти Тайм, а также новости и анонсы все это на сайте bt31tv.ru У меня все, до встречи! Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула» Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела Запись на бесплатную диагностику 211-50-30 Стилисты проекта Модный дом «Я» Имидж студия Елены Ивановой Дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук Субтитры создавал DimaTorzok